Паучочки? Да. Переходим к коноптекам. Пауки наши перекочевали в элитку и теперь в элитке. Что по паукам? Во-первых, по всем коноптекам. Стал 4 ВС, 4 БС. Если раньше там было у разных миник, все по-разному. В райты били с третьим, с каравой почему-то с четвертым. Теперь все коноптеки 4+. Конкретно паучки имеют восьмой мув, шестую силу, шестую тафну, шесть вундов, пять атак, треть сейф. Стоит, за это безобразие, они, по-моему, 60 очков без закатчиков. По закатчикам у них, у всех стандартные кусалы. 6 очков стоят и по 5 за закатчик. По 5 все закатчики. Стандартные наши опции это жвала наши, которые позволяют нам бить по сути 8-3-2 наши 5 атак. Можно спокойно навесить на спинку 2 пукалки. Будет, по сути, 12 выстрелов 5.01 на 18 дюймов. Ну, неплохо такая некая замена Tesla, учитывая, что стоит копейки. Им можно просто брать без реролла, без вот этой генерации кубов, но стреляет примерно то же самое. Так, ну и, как раньше было, могут либо, можно закатчику сделать, чтобы чинили технику, могут брать отмену костов. То есть, им можно брать динай. А динай, как-нибудь? Да, просто по обычным правилам. Ну, считается просто, если он довезял эту закатчику, эта модель Псайки у тебя. Вот. Ну и раньше, я не помню, было это, по-моему, закатчики. Не, помню, тоже было вшитое правило. Ну, поднимает Скоробеев. Рядом с собой поднимается также, ну, как и восьмерки, не очень хорошо. А на сколько? Нет, здесь просто выбираем и ставим одну базу. То есть, рядом с каждым паучком, ну, что можно сказать по паучкам? Ну, да. Им добавили Living Metal. Они стали въединить все. Появились Reanimation Protocols. То есть, в отряд можно взять трех паучков, таких по шесть лундов. Ну, если вам убили двух, я не знаю, ну, на какую-нибудь дикую дачу, ну, может один встать. Но зато, если он там встанет, там ору будет достаточно много. То есть, там, получается, в крайней ситуации нам надо будет из 12 кубиков кинуть 6 в 5 плюсов. Либо 4 плюс на этом, на сфере. Да, либо на сфере. Кстати, можно, да, артефактной сферой поднять паучка. То есть, если убили двух в отряде, вы просто кидаете, ну, и, скорее всего, одного поднимаете. Но кидать сюда его рискованно, потому что ты 5 кубов кинул, один не кинул. Потому что профиль крутой. То есть, по профилю и по цене, в принципе, он вполне себе. Да. И вот сразу же напрашивается, что с ним делать. Мы берем какого-нибудь нашего криптека, кидаем на паучков пятый инвуль или ролл-чарджа. И идут у нас три паучка. Это, получается, меньше, чем за 200 очков, 18 вундов в пятом инвулье, в третьем сфере. Да, ну, 210 очков, если мы закачки будем. Ну, там еще, смотря какие закачки, ну, мы, наверное, всем возьмем пукалки наверх и одному какого-нибудь возьмем отмену коста на всякий случай. Остальное нам, наверное, не надо. Ну, можно... Короче, паучочки, особенно с этим, с обсеком повальным, они бьют очень больно. Профиль у них достаточно неприятный для всех. Просто это универсально. А, причем, восьмой силой он бьет. Это очень крутой профиль. Да, да. И сейчас два дамага, два дамага это не важно. Третий вариант, мув, шестой, да и хрен бы с ним. Обмаза там много на него. Мы криптекам проходили, восьмой, и стратагемы есть. Так что эти ребята играют, уже сейчас играют на таких вот, как бы, Канаптек растирают в полной себе. Там фна шестая, шесть лундов, это не просто пробивается. Да, ну, короче, итог. Их можно брать, это не супер какой-то мастхэв, но они играют, ну, достаточно неплохие модели. Вряд ли их надо брать много, но какой-нибудь один юнит из трех. Они, наконец-то, играют. Да, один юнит из трех можно брать. Может полимитить, ну, две тоже может быть. Ну, можно. Не, ну, можно, с обсеком вообще можно там лимитить, что угодно. Не, блин, если у тебя это Канаптек ростер, то есть, да, и Райты, и Сварма, и вот этих вот. Да, и в центре Криптек, который дает всем плюс к БСВИТКОС. Да, да. Ну, там мы к фаст-атаке пришли. А, да. Слово говоря. Началась фаст-атака, но мы плавненько все равно пережили элитку. Остаемся все равно на Канаптеках. Ну, и переходим к нашим жучкам. Канаптек, Сварм. Как и раньше, в принципе, характеристики у них практически не изменились. Ну, 10-й мув, 4-й ВС, сила Тафна под 3, стало единственное теперь 4 вунды, было 3 вунды. Это очень круто, и я недавно к своему стыду узнал, что у них флай есть. Да. У них есть флай, помните, ребята просто улетают. Ну, с 10-м мувом хорошо. Профиль несколько изменился по сравнению с восьмеркой. Теперь у нас на шестерке 2-хит мы автоматом по вундили. Стало работать, ну, как на мой взгляд, лучше, чем было раньше. Раньше у нас был просто, мы вундили все что угодно на 5+. То есть, ну, с третьей силой мы ниже 5+, на ту вунд не опускались. То есть, сейчас стало лучше. То есть, ну, ты отбросал шестерки. Ну, ладно, какая разница. Эти парни нужны, чтобы убить. Они могут убить там какую-нибудь десятку инфантрисклада, но не больше. И то, если втроем, вряд ли убьют. Они сделаны для того, чтобы лочить, что-то улетать и скорить. И с этим они справляются по-прежнему хорошо. 15 очков за базу. Мы берем 3 штуки минимум за 45. Мы берем, возможно, несколько таких отрядов. Возможно, мы берем один отряд из 9 штук, который будет идти вперед, для того, чтобы он куда-то дошел. И, возможно, там, ну, 1-2 юнита мы оставляем дома для того, чтобы скорить. Видите, у нас уже получается много есть для того, чтобы скорить дома. Все в зависимости от противника. Скорабов проще убить там какой-нибудь артой. Ну, потому что шестой сейв. Они ничего от ковра не получают. Ну, 4 вунды, ашки, какие-то протоколы есть? Да, есть протоколы. 4 вунды и плохо вставать. Можно взять, там, или имморталов, или вот у нас были эти криптотралы бочоночки в третьем сейве и в тахне повыше. Ну, это очень хороший, дешевый, мобильный, флай, апсек, юнит там. Можно долго там положить каких-то репетитов, рассказывать. Но, скорее всего, вы будете с ними играть, потому что они хороши, объективно. А в чем того, что стоимость там 2 повер-левела, я смотрю, еще можно спокойно их по дипстрайкам раскидать. Да, и они нужны. Они со стола нормально. И со стола, если просто есть необходимость. Заходят куда надо. К тому же, если вы собираете некронов, у вас они по-любому есть. Да, они есть, и у всех должно быть их много. Так что в каждый ростер по сварме. На них не надо строить ростер, это дополнительная опция, которая нужна вдобавок к чему-то. Ну, и они хороши. Следующий у нас, парни, это Офидиан Дестроеры. Это навьё, да? Да, это, ну, как навьё. Вроде навьё, но минками... Вот эти минки получили самые худшие отзывы по релизу некронов, по крайней мере. Потому что, по сути, они выглядят как старые в Рейты, которые еще времен третьей редакции. Вот эти вот палочки на ножках. Или ножки на палочках, как угодно это можно называть. Топ по самим парням. Десятый мув. ВСБС третий. Сила четвертая. Тафна четвертая. Три вунды. Три атаки. Четвертый сейв. Десятый ледак. 35 очков. Да. Закачки, в принципе, такие же, как у Скоропехов. Ну, и здесь сравнить нужно вот Скоропехов и вот этих Офидиан Дестроеров. Почему? Профили примерно одинаковые. Единственное, у Скоропехов сила была выше. За счет этого эти проседают на одну силу. То есть, там, лайтовые пушки начинают бить четвертый, а большие пушки шестой. То есть, в отряде из шести пацанов двое парней будут только бить шестой силой. У них хуже сейв на один. То есть, ну, они просто в четвертом сейве. А по остальным статам они, ну, в принципе, такие же. Главное, больше мув. Десятый. И они флай. И Тафна четвертая, не пятая. А, ну да. Ну, Тафна четвертая, не пятая. Вот. И еще есть такого. У них минус 2хит в хтх. Если я не ошибаюсь, есть, да. Да. Есть минус на 2хит. Поэтому... У тебя правило, расскажи, что там у них есть вообще. Да. Там, помимо этого, есть всякие доп-хиты. Потому что там на шестерку доп-хиты из больших пушек. Немодифицированную шестерку. Да. То есть, в принципе, сейчас режет эти все истории, где на модификаторах. Да. Ну, также имеют там Living Metal, реминационные протоколы и вшитый рерол единиц просто потому, что это Destroyer. Ну, и парни могут в Deep Strike. На халяву. Почему, допустим, вот эти парни будут играть намного лучше Скоропехов, на мой взгляд? Мув 10. Потому что 10-й мув и 10-й мув с флайем. Именно с флайем. У них нет флайя. Ооо. У них нет флайя. Вот это открытие. Удивительное открытие, друзья. Ну, ладно. У них нет флайя. Все забыли. Да. Ну, не забыли про юнит. Ну, ладно. Десятый мув побольше. И вот с 10-м мувом можно попробовать со скаутом мувом почаржить на первый ход. Потому что мы проходим уже на 16. Да. Да. Мы проходим на 16 и на 8 чардж. Уже как-то поинтереснее выглядит. То есть, в принципе, как будто из Deep. Их можно просто уводить в Deep. И можно чаржить ими из Deep. Проблема все так же, как и у всех Destroyer. Их ничем, по сути, не обмазать. Есть у нас только плазмоцид, который может мазать. Который сам там бегать должен. Да. А все минусы, которые у них есть по сравнению с Карапехами. То есть, у них меньше тофна. Ну, меньше сейф. Меньше силы. Меньше тофна, меньше сейф. Меньше выживаемость, по сути. Да она... Ну, это им не нужно. Потому что, в принципе, врубаясь эти пацаны куда угодно, они там и остаются. Что те, что те. Вырубают любых Destroyer сейчас достаточно легко. Потому что это, ну, просто треть сейф. Здесь вообще четвертый. Чего ты тофна еще? Да. Тофна, ну, не шибко большая. Это легко убить. Единственный вариант у этих парней выжать, это остаться в ХТХ. А вот для этого... Остаться в диплое. Лучше в шкафу. На полке, да. На полке. Ладно. Ну, у них есть минус-то хит в ХТХ. Который позволяет им, если они хотя бы кого-то залучили, чтобы они остались живы в ХТХ. То есть... Не точно. Вот это компенсируется. Ну, хотя бы получше. То есть, ну, мне кажется, на них можно будет что-нибудь попробовать придумать. Ну, под новых ими. Потому что там будет чуть поинтереснее. Но... Ну, как бы такие странные ребята. Скорее всего, в Райт оф ВСП. Да. Ну... Да. То есть, мы сейчас говорим так про многие юниты, что можно брать, что можно брать. Но у нас есть просто юниты, как правило, лучше. Да. Есть ключи мастхэв. Скорее всего. Который возьмется по-любому. Есть что-то опциональное. Кто для души возьмете. Может быть, что-то новое предложите. Как бы покидайте в эти... В комменты. Да. Как бы зачем брать Скоропеха, если есть Личгард. Да. Вот. Здесь... Ну, переходим дальше. Том Блэйды. Байкеры. Да. Наши некронские байкеры. Ими играли. Это, наверное, был самый играбельный юнит за восьмерку. За все. Ну, потому что их любили. Там много Теслы. Они игнорили ковер. В инвуле гоняли. Ну, и в инвуле, и в сейве, в минус тухите. Все это, по сути, у них осталось. То есть, это по-прежнему. Четырнадцатый мув. Третий ВС. БС. Сила четвертая. Пятая Тафна. Две вунды. И раньше это просто был единственный юнит, который мог нормально покидать протоколы. Потому что он выживал за фазу. Сейчас он также из-за этих протоколов до сих пор выживает. У них все так же с чего-то. Сейв. Можно докупать третий. Либо третий сейв, либо пятый инвуль. Можно докупать из опционала еще игнор ковра. Ну, то есть, все опции как были. Получается, тебе дали за 25 очков тушку. Раньше это было все вшито в ней. Нет. И раньше ты докупал. И раньше это был такой конструктор. И замучиться с ними было. Потому что на каждую по одной опции шло. И ты часть отряда закупал с инвулями. Часть отряда, как правило, с сейвами. Ну, там, в основном все в третий сейв и парочку в инвуль. Если что, покинуть. Сейчас получается, что я сам по ценникам скажу, что 25 тушка. Дальше игнор ковра 3 очка. Ну, шелдвансы. Сколько стоит? Пятерки. Ну, 5 очков. То есть, 30 очков тушку мы получаем. Ну, мы, скорее всего, берем просто шелдвансами все. Ой, подожди. Шелдванс 3. А, 3 очка. 3 очка, да. 28. 3 очка за 28 очков мы берем. Ну, 9 штук, скорее всего, и радуемся. Парочки, ну, как и раньше, выдаем инвули. По оружию здесь, ну, биммер стал, ну, немножко получше. Потому что добавилось там выстрелов, но по-прежнему бесполезен. Потому что просто остальные пушки мы можем брать по 2. Это... А биммер это даже не огнемет? Нет, не огнемет. Это просто какая-то... Да, просто ассалт на 18-6-5-0-1. Можно брать Теслу. 4 выстрела ассалт на 5-0-1. Либо Твин Гаусс Бластер. Скорее всего, его вытянутся. Да. Напоминаю, у нас... Ну, в Имморталах мы говорили, Гаусска у нас изменилась. Вот эта вот маленькая. Она теперь такая же 5-2-1, но на 30 дюймов. Конечно, у томплейдов не было каких-то больших проблем с расстоянием. Но им теперь из-за этого еще проще выживать. То есть можно полить вообще с другого конца карты. И теперь мы вспоминаем. Потому что там была такая отличная стратегема. Мы превращаем все свои оружия в ассалтные. При этом не меняя их профиль. Поэтому именно стратегема для томплейдов. Мы берем ими. Остаемся где-нибудь на другом конце карты. Палим на 30 дюймов свои, ну, по сути, ассалтом. Да. Если берем как-то у нас на вухе. Кто у нас там стреляет? Не. Мефриты. Мефриты, да. Дальфонис. 5-3-1. Потенциально 5-4-1. И с тушки будет по 4 выстрела. С каждой тушки. То есть они будут считаться, ну, у них будет, это не Rapid Fire 2, а Ассалт 2. С одной. Это твин? Ну да. Там две твин? Нет, нет. Не четыре, к сожалению. А, не четыре. Раньше они просто докупались две, а теперь он твин. Все равно можно... Можете так делать, но это будет ровно в два раза хуже. Ладно, можно пальнуть издалека и Ассалт нами, если нужно. То есть эта опция до сих пор доступна. Можно подходить вблизь и шмалеть с Rapid'ы этими пушками. То есть красавчики, да? Да. Ну, по-прежнему в минус тухите. Я считаю, это неплохие парни. Они сейчас... Ну, не топ, но одна пачка может быть прям периодически на столах. Я думаю, опять же, две пачки можно более чем сделать. Ну, можно две. Небольших. То есть большая, высокая мобильность, хорошая выжимаемость. Берете обсек, везде обсек. Там что-то пострулять, пожить вполне себе. Или мифритов. И стреляете с АП получше. Да, вот. Или в райтов. Хорошо. Дальше. Следующее имя – триатрианцы. Это вариант сборки лечей. Бесполезный. Будем их смотреть или нет? Что у них добавилось по сравнению с восьмеркой? Им стал профиль один, который с посохом. Да. С посохом стал профиль получше, потому что им дали второй дамаг. Да неужели. Но по-прежнему это юнит. Он как бы был так себе. Так и остался так себе. Здесь я даже не вижу. У них раньше хотя бы было правило на игнор ледака. То есть сейчас вообще никаких… Да. Ну оно и раньше было смешно, это правило. Но сейчас даже его нет. Может они там стоят как-то 25 очков? Они не получают бонусов от династии, они подешевели, конечно. То есть какой-нибудь такой, ну в принципе остался дешевый античардж, но с обсеком их уже не возьмешь, потому что у них просто династии нет. Вот. Здесь нет династии, здесь нет выживаемости. И никакой. Кроме пятой татафны. Но у тех же… Третий сейв и протокол. Здесь все есть. Они в принципе личи. Но я считаю лучше доплатить 3 очка и взять лича. И он еще и кор будет. Ну да. Да. Здесь преимущество. Вот здесь флай есть. Да. Десятый мув. Ну это все, что есть у этих парней. Ну проходим дальше. Неинтересно. Вот. Кануток в райты. Жемчужинка. Кодексы. Вообще. Такие же любимки, как Вариары и Личгарды. Но в райты играли раньше и у каждого некрона, я думаю, была бы пачка хотя бы из шести в райтов. Хотя бы из шести. Или шесть по шесть там. Нет. Но шесть по шесть это со времен шестой из вот этих вот коноктик ферм. Это уже поновее шестерка хотя бы должна была у всех быть с восьмерки. Угу. Потому что раньше они уходили во второй эндбуль. Сейчас эту опцию обрезали, но парни все равно хороши. Что по изменениям. Был небольшой период восьмерки, когда у них убирали вот это вот. Черж после фоллбека. Возрадуемся. И это в соорудовании с двенадцатым. Теперь. Стал у них четвертый в СБС. Вот здесь тоже хуже. Был третий. Четвертая сила стала. Тафна как и раньше пятая. Вот атак стало больше. Теперь по четыре атаки. Ну, десятый ледак. И что хорошо. Третий сейв. Был четвертый? Или пятый? Да. Был четвертый сейв. Здесь как бы стал третий сейв, но четвертый гуль. Раньше все-таки было получше. Мне эта смена не понравилась. Но они все равно хороши, потому что выживаемость у них осталась примерно на таком же уровне. За счет именно протоколов. Теперь нам не особо нужна вот эта вот одна пачка, которую мы выводим во вторую инвуль. Ну, потому что раньше они играли с таким обмазанным. Второй инвуль был за счет одной династии. Рядом с маркером ты получал плюс один к нуля. Да. Была такая стратегема, такая опция. Теперь в рейты по сути никак не бафаются. Четвертая, но своими старыми пушками они бьют все так же, как раньше. Это 6 минус 2, 2. У них профи. Сейчас можно закачки поменять. Ну, стрелковые, как и раньше были дорогие за свои деньги, так в принципе они за свои деньги дорогие и остались. Ну и... То есть сама тушка 35 стоит? Как-то биммеры или... Да. Биммеры. Биммеры 10 очков. Кастер 5. Которые не нужны. Ни одно, ни другое. Нам не нужно их... Не нужно их удорожать. Бьют сейчас хорошо. Второй дамаг. Шестая сила. Это идеально для убийства любых маринов. То есть вот профиль просто под маринов сделан. Любую элитку, пехоту. Да. Можно брать какого-нибудь одного парня с вип-кайлами. Сейчас вип-кайлы это просто вариация закачки и берутся вместо этих наших зубов, которые раньше были. Они просто дают нам профиль по сути 8 атак. Вместо 4 будет минус 1-1. Так еще демонстрант выгонять. Да. То есть можно брать в юнит, я не знаю... Четыре таких, два таких. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, так. Будем, чтобы можно было в разные юниты забуриться. Ну, или хотя бы по одному кайлу можно брать. Да. Стоимость, ну, бесплатно не меняется. Да. Просто меняется. Они, как раньше играли, сейчас играют. Да, все с ними хорошо. Выживаемость за счет протоколов у них примерно та же самая. Ну, и вам редко будет, конечно, выносить больше там двоих за залп чего-нибудь. Но все равно там какой-нибудь, ну, понятное дело, боинг чего-нибудь там их просто сметет с лица. Но на них надо тратить стрельбу. За 200 очков, по сути, ну, за 210 это полная пачка. Угу. Вот. Это хороший юнит. Ну, прекрасный. Особенно того, что Move, у них правила ты не рассказал. Это старое правило у них осталось в том, что они не считаются fly, но игнорируют на любом Move все террельные юниты. Но горизонтально и вертикально не могут, кстати. Да. Вот. И не могут, кстати, заканчивать на втором этаже вроде, да? Нет, могут. Они же бесты. Они же бесты. А, они бесты по новому террейну. Они получают все полюшки от террейна. То есть они могут быть в ковре. Если там технику надо, ну, потрудиться куда-то в ковер засунуть. Потому что, в основном, все работает на Infantry Beast. Это Beast и Swarm. Вот эти вот парни бесты. И они спокойно просчитать для всего, чтобы… Это про Swarm, который там до этого мы про скрабов говорили, тоже, кстати. А, ну, имеется в виду. А, ну, имеется в виду. Ну, там это бесполезно просто. А здесь, во втором сейве в руине стоят. Хорошо. Врайт их прекрасный. Это, кстати, хорошо, что треть сейфом дали. То есть в ковре-то второй сейф от гороха какого-нибудь. Да. Соответственно, Tofna 5 тоже приятно. Быстро бегают. Не суперкруто бьют, но чувствительно. Прекрасно терпят. Да. Собсеком, опять же. Забурились в пятерку маров, почикали маров. Могут… Ну, на следующий ход улетели, позолочили танк. На следующий ход улетели. А если они не собсеком, у вас три пачки броют по столу и скорят какие нужны точки, периодически что-то лучше. Либо выбивают. Да. Прекрасно. Да. А чарж после адванса особенно добавляет оптимизм. Нельзя чарж после адванса. Раньше был. После фоллбэка. После фоллбэка, да. Вот. Ну, все. Сумстой закончили. Сумстой. Ее термало. Переходим к heavy support. Последние усилия. Да. Здесь нас встречает дырокол в восьмой редакции. Бесполезная милька была, а не гилищен боржа. Вряд ли она сильно изменилась за это время. Ну, потому что у нее все осталось примерно то же самое. Ну, да. Новые квантовые щиты. За счет этого третий сейв, а не четвертый. И чуть поменялся профиль. Профиль поменялся сейчас просто у всей Теслы. То есть, у нас верхушка большая пушка. Ну, твин Тесла Дестракта стреляет десять выстрелов. Ну, и как раньше это... Ой. Раньше было модифайт Теслы. Сейчас, как у всех, она модифайт. Все остальное, как и было. Она ховер с квантовыми щитами, с ливинг металлом. Получает бафы от командных протоколов. Восемь вундов в третьем сейве. И шестой Тафне. И шестой Тафне. Может пострелять. И я видел уже. Сейчас думают делать какие-то растера чисто на технике. То есть, ну, в таких, возможно, она будет играть. Но ради своей какой-то там... А, то есть, это грязь, это вот везде вот эти квантовые щиты, да? Ну, там берут пирхет какой-нибудь детачментом. Три Думсдейки, три Аннигилейшн Боржи. И у тебя там... Сумлетки. В хакушниках берут тоже катакомбы Боржи. И у тебя получается, ну, весь свой рост перманентно в трансхумене. Ну, вообще всегда. И берут этому какой-нибудь абсек. То есть, у тебя просто куча техники, которую сложно убить. И она в ответ стреляет. А у тебя, ну, сейчас техника стреляет в хатэхате. По сути, все равно, что тебя залочили. И можно брать вот как раз эту династию, которой там инопланетные захватчики называются, абсек. Плюс мы стреляем в хатэхате без штрафа. Либо мы, там, фоллбекаем и стреляем с минус один. Ну, что-то такое было. Вот, да. Есть за счет командных протоколов возможность фоллбекать и стрелять. То есть, в ростерах на технике будет играть. Сейчас она получила вторую жизнь, фактически, с правилами. Ну, полу жизнь такую. Не вторую жизнь. Она будет играть только в таком. Если будет, заиграет ростер на технике. Она будет играть. Не заиграет, но не будет, скорее всего. То есть, отдельно это не живой юнит, потому что есть варианты лучше. К вариантам лучше. Думсдей арка. Вот это вот попа-боль в восьмерке. Да. Она была. Это минька, которая убивала, наверное, вообще все. Любую технику. Да. Она убивала любую технику. Она также сейчас убивает любую технику. И в восьмерке это была вот, ну, это, скажем так, самый сок, самый Power Necron. Это Думсдей арка. Их ненавидели все. И это то, почему Necron, в принципе, там, что-то из себя могли представлять от Думсдей арки. Сейчас, да, они такие же и остались. 190 очков. Да. Ну, поднялись в цене, понятное дело. Да, не сильно. Они там стоили сначала, по-моему, по 180, потом по 160, по-моему, они стоили. Ну, и вот на 30 очков докинули. За что им накинули? Получается, нет, по характеристикам, да, все как раньше. Ну, что важно, это Move 12-й остался. Баллистик такой же. Это у нас 14 вундов. В 6-й Тафне. В ставшем 3-м Саеве. И новые квантовые щиты. То есть 5-й инвуль и не вундиться на 1-2-3. А все остальное тоже самое. Большая пушка, если мы не ходили, шмаляет большим профилем. 10-минус 5D6. Профиль вообще не изменился. На 72 дюйма. И маленький то же самое. Там 4-минус 1-1. Rapid Fire 10. По сути. Ну, единственное, здесь добавили Blast. То есть, если ее залочили, то в ХТХ не шмальнет. Она и раньше в ХТХ не стреляла. Но мы от этого только рады. Мы можем хотя бы нас не подчеркнуть гвардейцам. Потому что мы можем огрызнуться хотя бы нашими поколками в ХТХ. А большая пушка Blast – это то, из-за чего раньше у всех некронов горело. Потому что домсдоярка – это орудие очень рандомной стрельбы. Она могла как убить с одного просто выстрела супер-хэви какой-нибудь. Потому что мы могли ей кинуть 6 выстрелов с шестым дамагом. Либо мы могли ей кинуть один выстрел и не попасть. Blast хоть что-то дал. Мы теперь хотя бы в какую-нибудь толпу можем более-менее нормально пострелять. Мы ее хотим обычно все равно. Blast не особо решает для нее. Потому что мы ей будем стрелять вряд ли по юниту, в котором больше 10 моделей. Скорее всего, там даже вышли мы против каких-нибудь ДГшников. Там стоит 10 терминаторов каких-нибудь. Ну да, минимум 3 выстрела. Ну, уже хоть греет душу, минимум 3. Лучше. Ну, а так домсдоярка просто не поменялась. Она какая была, такая и осталась. Квантовые щиты не особо сильно поменяли что-то в ней. А хорошие и можно брать очень много куда. В принципе... Можно и одну брать, можно брать и... Можно 3. Да. Универсальная модель в любой ростер. Вы ее будете видеть очень часто на столах. Вот. Так же как и все. Единственный минус. Надо было сделать домсдейку кором еще. Там вообще все прекрасно было. Нет. Нет. Тебе еще обхожу. Там фиксировано 6 выстрелов. А. ДДД 3 плюс 3, но... Ну, это уже там были мечты у всех. Некоторые наводы, что что-то с этим сделают. Нет. Ладно. Следующий. Локус дестройеры. По сути это старые, обычные дестройеры. Обычные дестройеры. Обычные дестройеры, да. Которые перебрались из фасты в хэви саппорт. Что изменилось у локус дестройеров из основного? В принципе, ничего. Они все так же. В пятой тофне, в третьем сейве. Единственное, можно теперь брать в юнит не 6 штук, а 7. Получается, что мы берем 6 дестройеров и можем одного еще хэви. Если бы была раньше опция сделать одного из 6 хэви дестройеров, теперь мы хэви дестройера берем еще плюсом. У хэви дестройера как раз уже другие пушечки. Там достаточно сильно они поменялись. Ну их давно уже спойлерили. Получается, у хэви дестройера теперь либо одна прям тяжелая-тяжелая с дамагом 3D3, а одна противопехотная, где 3D3 выстрелы. 10-4 3D3, либо хэви 3 6-3D3. Стоит по пятнашке в закачке. Нет, нет. Хэви 3D3, 7-1, 1. Бласт. Кстати, неплохие достаточно пушки. Вот эти вот у хэви дестройеров. Ну, старые как были гаусские. Смотри, просто говорю, заценим 55 за модель, плюс 15 за закачку. То есть у тебя 70 очей. Что мы за 70 очков получаем там? Должна быть вообще какая-то... Это ты наверное хэви дестройер смотришь? Нет, это обычный локуст. Локуст? Да, это 70. А нет, он без закачки. А хэвик 70 просто стоит... Нет, хэвик 70, а локуст стоит 55. Потому что эти закачки, они только для хэвиков. Я говорю, про пушки ты и говорил. Что мы получаем? Смысл вообще обычных рассматривать и... Да, я думаю, вот их время ушло. Теперь на них протоколы работают хуже. Это первое. Потому что, да, у них стало по 3 вунды. И раньше это был один из тех вариантов, то что юнит мог встать. Встать. Его могли не убить за одну активацию. Особенно если подвести было криптека в инвуле. Кинуть инвуль. Дестройеры не умирали. И потом достаточно бодро вставали. Убили вам 4 штуки. Вы кинули 4 протоколы. Два встала. Теперь такого не будет. То есть он не будет постоянно подниматься юнит. Нам нужно что-то более живучее. Возможно, более хтх-шное. Огромный минус для дестройеров. Раньше они работали в комбинации с вуалью часто. И их перекидывали просто. Ну, криптек. Улетал с дестройером. Куда-то стрелял. Напомню, она скором только может улетать. Да. Теперь она улетает скором. То есть, ну, всяческие комбы с дестройерами, они ушли в прошлое. И наши экстреминашн протоколы, главное, из-за чего брали дестройеров, лучшая стратегема, которая была в кодексе. Это полный тухи тунт. Да. Теперь стало стоить 2 цепи и только тунт. То есть, ну, стало хуже. Ну, другой ценой, как бы, копеечки не ровлят и так. Юбидан получают? Нет. Они не кор. Вот. А раньше получали. Потому что раньше это было только на инфантрии. И можно было спокойно, там, на 2 плюсами стрелять с полными реролами. Всего. Всегда. Теперь это стало хуже. Хэви дестройеры чем отличаются от обычных дестройеров? Хэви можно брать по одному. С одного на трех. Ну, они уже, получается, с закачкой стоят, да, вот, один. Один парень, 70 очков. С выбором. Очень дорого. На кушке, да. Даже те, вот, предыдущие, если возвращаться, вот, 55, это овер до хера. Он, вроде как, прикольно стреляет, но это сильные, мощные выстрелы, там, 3 штуки могут, ну, подорвать, там, любую технику, по сути. Или, ну, нормально нашмалять по толпе, учитывая то, что у каждого будет, там, бластовых 9 выстрелов, ну, скорее всего. Угу. То есть, там, ну, гвардосов это убивать вообще, но они слишком хлипкие, хлипкие за свои деньги. Слушай, а у них отличие в том, что у них пятое тафна, я так смотрю, и мув вроде отличается. У хэви дестройеров, нет, у хэви дестройеров просто одно, имеют на одну ванду больше. И могут другие пушки брать, и вот за эту ванду, ну, в принципе, все дестройеры просто стали хуже. Здесь, возможно, один вариант брать каких-то хэви дестройеров, если вы хотите брать их по одному, ну, в юнит, для каких-то... Я не знаю, там, перекрыть стол, возможно, но есть, есть просто опции проще, там, хомескоринг. У нас просто есть... Мы же посмотрели, там, даже сформа как бы стоит дешевле. Да, есть скарабы, есть где-нибудь криптотралы. Ну, вроде как этот парень может там еще откуда-нибудь сзади налупить, но, скорее всего, нет. Вот. Ну, то есть... Попробовать можно, конечно, если там по слотам у вас что-то не улезает. Да нет, уже, уже думаю. Ну, это очень дорого. Очень дорого за такие истории. Конокты в дом сталкер. Вот это вот большой жук уже из войны миров. Ну, он прям огромный. Вот такой вот, наверное, высоту. То есть его видно вообще отовсюду. Он видит, скорее всего... Где-то, как раз рыцаря, да, размеры или выше? Ну, примерно плюс-минус, да. То есть он больше в большинстве рейна будет на столах. Ну, таких классических руин, там какие-нибудь ГВ-шные. Ну, он примерно размером с руин. Итак, что это за штуковина? Она с десятым углом, с четвертым баллистик скилом, который деградирует. Ой, ВС деградирует. Баллистик не деградирует. Баллистик сзади четвертый. 12 ондов. Шестая тофна. Шестая сила. И... У нас тридцейв у него. Вот эту штуку грамотно сравнивать с Doomsday армией. Почему? У него, в принципе, такая же пушка, как у Doomsday, но на тридцать шесть. Но все то же самое. Если стоим, стреляем большим профилем, таким же, как и у Doomsday. Если подвиглись, стреляем чуть меньше. У него, конечно, вот этих вот рапидок поменьше. Потому что у Doomsday получается 10 выстрелов. Ну, Rapid Fire 10 профиль. У этого Rapid Fire 2. В 5 раз меньше. Ну, ценник 140. Против, напомню, 190 у Doomsday. Интересная его особенность. У него нет квантовых щитов, но есть вшитый четвертый инвуль. То есть, у него просто четвертый инвуль. Его можно вынизить, как хочешь, но если Doomsday как бы есть вариация сделать в четвертом инвуле, и это одно. Этот парень всегда в четвертом инвуле. Это очень хорошо. По его правилам он может заявить Overwatch в дополнение к кому-то, если почерчили рядом с ним, ну, в кого-то той же династии, что неплохо. Потому что, скорее всего, у вас будет стоять, ну, каким-нибудь будет столпом на столе вот эти вот три Doom Stalker прямо рядом друг с другом на одной точке. И если чажешь в одного, хватаешь овервошь от всех. Смотрится достаточно хорошо. И в центре между ними стоит Cryptek, который делает им всем третий баллистик. И таким образом это получается уже не деградирующий третий баллистик. Вот. Это уже хорошо, потому что в Doomsday он деградирует. Да, в принципе, у него 48 range в текущих реалиях. И, кстати, опять же, из-за размера. Да. Увидеть можно много чего. Будут ли играть? Сейчас должна показать практика, что будет играть. По цене три Doom Stalker стоят как три Doom Stalker вместе с техномастером, которым поднимает баллистик. Вроде три Doom Stalker... Криптек не стоит 150 очков. Ну, я говорю плюс-минус. Плюс-минус то же самое выходит. То есть это... Сейчас ведутся споры. В принципе, в чате это постоянно происходит в некронском. Что лучше, три Doom Stalker или три Doom Stalker? Вроде три Doom Stalker это мобильность, они самостоятельные. Эти стоят на месте, но видят все. Куда хотят, туда шмаляют. Ситуативно. Ну, я думаю, время покажет. Но что-то из этого одно точно будет играть. Миньку я себе такую заказал. Да, у меня, в принципе, весь релиз заказан. Хотя бы в одном варианте. Весной придут. Да. Играть будут? Я думаю, да. То есть, ну, единственный вопрос, что из этого. Doom Stalker просто и так уже у всех есть. И от них лениво отказываются. Переходим тогда уже к Dedicated транспорту. Там у нас, как и раньше, один слот. Гост. Арочка. Она вообще не изменилась в восьмерке. То есть, по-прежнему, ну, такая же, как и наша думка. Только вместо пушки туда вставлен саркофаг с вориорами. Это двенадцатый мув. Шестая тофна. Квантовые щиты новые. Соответственно, вундов 14. И треть сейв. Ну, все как и было. Секундей. И снова изменилось правило ее на починку вориоров. Раньше она позволяла кинуть протоколы еще раз. Ну, сейчас, соответственно, нельзя кинуть протоколы. Сейчас это, по сути, техномансер. А то, что восстанавливает. Да. Мы выбираем, ну, какую-то... Каких-то вориоров рядом с собой. И восстанавливаем там... Сколько? Д-3 вориоров. Шести от себя. Да. Вот. По стратегиям на нее она там восстанавливает. В отличие от техномансера, который еще раз кидает обилку. Это восстанавливает Д-6. Главное... У каждых под, да? Да. Да. Главная ее проблема, по сути, она как и была раньше. Она перевозит либо вориоров, либо чарактеров. И только 10. И вот эта вот беда не ушла. То есть мы сюда не можем посадить полную пачку вориоров. Мы можем посадить только вот минимальную пачку. И мы не можем даже с одним чарактером ее посадить. Мы сажаем либо чарактеров, либо вориоров. И, соответственно, джигардов тоже сюда не запекнуть. Да. А было бы вообще прекрасно. Ну, то есть этот вариант нас не устраивает. Потому что как бы не кроны глупы, а только военная машина империума догадалась. Да. Что можно, оказывается... Что можно химерку сделать, там, валькирию. Да не только химерку. Там, видимо, какая-то проблема с креслами. Да? С креслами, да. Да. Ну, здесь там на модели, на самом видном, у этой гостарте. К сожалению, сейчас тут нету. Ну, ладно. Нам просто все, какое-то ощущение, как будто они все на колах сидят, так сказать. На бутылках. Да. Все вориоры на бутылках. А в имперских машинах, наверное, просто кресла стоят. Некронские технологии за 60 миллионов лет до такого не дошли. Вот. Так что в гостарте все сидят на бутылке, так же, как и сама модель. Наверное, на протяжении этой редакции. То есть даже вот эти вот 20 выстрелов потом с гауссок не спасают ее? Ну, просто не с чем валить. Да, смысла нет. Мы можем для того, чтобы лечить наших вориоров, взять спокойно техномантера. Просто поднять больше. Да. И поднять. Либо мы можем взять, ну, чуть доплатить, взять Doomsday, и будет у нас то же самое, только с большой пушкой. Катать мы в ней явно никого не будем, потому что это бесполезно. Ну, может быть, если у нас будет там куча вориоров, и слоты под криптеков закончатся, нам захочется больше восстановления, мы возьмем еще одну, чтобы восстанавливать еще и этой. Но вряд ли. Цена вопроса 145. За 145 нет. За сколько ты готов был грузить? За 100, наверное. Ой, нет. Это не серьезно. Следующий наш слот флеера. Как раньше было, так раньше, так сейчас и осталось. Не добавилось. Два бублика, да? Да, два бублика. Чем отличается? Один с порталом, один с большой пушкой. По тому, который с большой пушкой. Сначала поговорим. Doom-коса, да? Да. Doom-коса, в принципе, как раньше. 20-50 двигаются. А было, по-моему, 60, если я не ошибаюсь. Ну, это не суть. Сейчас, особенно, столы сократились. Мы вряд ли настолько мываемся вообще, в принципе, когда-нибудь. Так же, с третьим ВС, 6-я Тафна, 12 вундов, треть сейф. Все как и было. Ну, и минус на 2-хит у нее есть. Вот шутинг-атак. По профилям оружия. Вот здесь тоже изменения. Во-первых, Теслы добавили два выстрела. То есть, ну, стала Heavy 10. То есть, 7-0-1. Ну, то, что она стала Heavy, это, по сути, ничего не меняет. Техника игнорит. Да, техника игнорит сейчас Heavy, она спокойно стреляет. Для большой пушки это, кстати, повлияло. Потому что техника игнорит Heavy, мы теперь можем шмалеть на 3 плюс с нее. А вот там пушечка стала поинтереснее. Во-первых, вместо D3 выстрела стала фиксирована 3, стала 12-я сила минус 4 и дамаг 3 плюс D3. 4 минимум. От 4 до 6. Да, от 4 до 6. А раньше это было просто D3 выстрелов с D6 дамагом. И, ну, по султехам они катались, ну, они катались специально по султехам, чтобы стрелять на 3 плюс. Сейчас они докатаются в любой династии. Эта пушка получила, ну, прям, серьезное преображение. Она стала прям хороша. Doom-коса стала сама по себе хороша. Ну, она все так же Super Sonic. Это все правила флайеров. Ну, да. Все стандартные правила флайеров. Плюс Living Metal. У нее был? Да. Ну, это все не изменилось. Единственный минус, почему она сейчас уйдет со столов, потому что ушла вот эта знаменитая стратегема, которая заставляла нас брать 3 косы. Ну, делать так, чтобы вот это вот пятно марталков. 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 Да. Пятно марталок раскинуть. Ну, это было сильно, мощно. Вместо их стрельбы вот как раз больших пушек. Эти стратегемы нет. Ну, сейчас она, конечно, может залететь, попытаться какую-нибудь там технику убить. Ну, я не знаю. Я бы, наверное, Doom's Day'ку лучше брал. Вот. Цена вопроса… Двести очков. Двести очков. Двести очков. Doom's Day'ка 190. Doom's Day'ка, ну, выглядит лучше, потому что она… У нее больше вундов, квантовые щиты, инвуль… Много чего. То есть, ну, смотрится получше. Ну, модель стала хороша. Была бы стратегема, их бы по-прежнему брали и по двести очков. Угу. Вот. Ну, за двести очков по-прежнему хорошо. Хорошо наваливает. Мобильная. Так вот, единственное, квантовых щитов нет, иначе будет точно в воде. Я думаю, она бы дороже стоила. Ну, да. Ну, подорожала она сильно все-таки. Угу. Наверное, нет. Ну, профиля хорошие. Можно играть вполне. Теперь. Ночная коса. Транспорт? Да. Транспорт. 145 очков сразу же. Да. За 145 очков мы получаем то же самое, что и выше. То есть, все характеристики. Единственное, нет вот этой вот большой пушки с тремя выстрелами. А, кстати, тесла-то по-прежнему есть. Вот, вместо этих трех выстрелов получаем 20 посадочных мест. Для династических юнитов, ну, это просто Infantry Core, Charakter Infantry и Dynastic Agent Infantry. А что это нам дает? Это вообще дофига всего. Потому что теперь вот это стало нормальной перевозкой. За 145 очков мы можем посадить в нее. Я напоминаю, что, ну, профиль такой же. Да. Infantry, ну, там, Core Infantry, туда просто двадцатка воинов влезает. Двадцатка воинов, туда возвращают две десятки личгардов. Нет, личгарды сюда не влезают. Почему? А, Core Infantry, да. Две десятки личгардов сюда влезают. Там можно взять, как пример, десятку личгардов с косами. Взять какую-нибудь пятерку имморталов, посадить. И криптека. Ну, и, да лучше, зачем даже криптек. Криптек такой защищенный за баф. Можно какой-нибудь лорда посадить. Ну, как атакующий баф. И лорда посадить в нее. Она куда-нибудь улетела. Если ее побили, выкинули, короче, кубики на взрыв. Убили имморталов. Личи с лордом. Спокойно высадились. И пошли по своим делам куда-нибудь что-нибудь нарезать. То есть, это прекрасный транспорт. За стратегему, я напоминаю, можно из дипстрайка отряд вынуть прямо к ней. Там важный нюанс. Без ограничений. Без ограничений в девять. Ты просто в трех от косы. Да, в трех от косы. База большая. Соответственно, там было стачат. Ну, и раньше здесь юниты считались, ну, как не в посадочных местах здесь были. Раньше почему она хуже была. Они как бы уходили в дипстрайк, но потом могли выходить из разных транспортов. То есть, у нас была такая странная штука с дипстрайком уникрон. Сейчас это просто обычные посадочные места. То есть, мы можем выйти на первый ход. Ура! Мы можем выйти из транспорта на первый ход. Уникрон, возрадуйтесь. На самом деле так? Что? Раньше нельзя было выйти на первый ход из транспорта уникрон. Ну, по сути. Нет, сейчас за стратогему. Нет, за стратогему нельзя, но мы можем просто выйти из транспорта на первый ход. А, все. Раньше нельзя было просто погруженным в транспорт юнитом ходить на первый ход. Все понял, да. Потому что они считались дипстрайки. Вот. Ну, на мой взгляд, она теперь хороший вариант транспорта. И ее можно брать. То есть, десятка лечей с косами. Вот. Это транспорт для десятки лечей с косами. И теперь их можно доставить куда-то. Куда вам нужно. Учитывая то, что это самолеты, флайер, суперсоник. Он стоит там, где вам нужно. Прекрасная модель. Все с ней хорошо. Если у вас будет что доставлять в ростере. Ну, вот как я уже сказал, там есть варианты. Можно доставлять. Кстати. Ну, она и пострелять может. Кстати. Ну, да. И дальше она катается. Ну, не бесполезно. За 145 очков это хорошо. Вот у гостарка учись как надо. Надо просто иметь больше посадочных мест. И возить кого-то кроме вореров. И правильно идти вор. Да. Возможно, тут. Вот тут. Стоят кресла. Нет, там вот тут. Просто в другую сторону. А, вот тут. А. Ну, возможно, там. Оптимизировали. Пики. Ну, итак. С флайерами закончили. С флайерами закончили. В принципе, то и то нормально. В транспорт точно можно поразыгрывать как-то с атакующей, если у вас есть? Почему нет? Ну. На наших имеет место быть. Да. Ну, наверное, вы будете брать все-таки что-то другое. Потому что есть варианты лучше. Да. Но это, ну, не говно. Да. Не говно. Вот. Мне больше не надо, чем destroyer. Не зашли. Destroyer вообще калкует. Ну, destroyer, да. Это убитые. Так. Переходим к лорду ворам. Да. Теперь наше Super Heavy. Итак. Сразу интересно, можете себе там записать где-то, будут ли они играть или нет? Угу. Я думаю то, что очень возможно. Итак, первое. Начнем с самого неинтересного. Обелиск. Это, не знаю, вот у нас есть наш тессерактовая гробница. Вот это его закрытая версия. Это обелиск. То есть без катана внутри. Какие у него характеристики, вообще какие изменения? Ну, как и раньше. Это восьмой мув. Третий баллистик. Сила Тафна восьмая. Двадцать восемь лундов. Раньше, по-моему, было меньше. По-моему, было двадцать четыре. Шесть атак стало больше. И второй сейф. Вот. Далее второй сейф. По правилам. Я их даже не особо хочу считать. Хотя они стали вроде как получше. Потому что это единственная модель сейчас, в которой возможно что-то делать с Теслой. Здесь 4 Тесла сферы. Получается 16 выстрелов. Семь ноль один. Да. Семь ноль один. Ну, на шестерку два доп хита. Есть у нее интересное. Это плавучий Форд. И вот его правило. Если он стоял на месте, по-моему, да. Если он стоял на месте, то у него меняется профиль на Assault 6, сила восьмая и дамаг 2. То есть мы стреляем с пушками получается 6 на 4. 24 выстрела. Восьмой силой. С нулевым АП и вторым дамагом. Вот это уже смотрится как-то поинтереснее. И с доп хитами. Да. И с доп хитами на шестерке. Все портит, конечно, отсутствие какого-то не было АП. И напоминаю, это супер хэви. Сюда династию... В ключе только есть. Сложно трехнуть. Да. Ну три обелиска возьмете. Ну три супер хэви, тогда будет династия. Да. Я не помню, кстати, там у них прописывается. Да, туда можно династию занести. Нет, туда можно династию занести. То есть можно взять технику Мефрита в САП. Но обелиск... В принципе, у него как раньше было. Была возможность там что-то делать с флайом. Сейчас она и осталась. То есть если... Была вообще чушь. Сейчас хоть осталось что-то более-менее. Если в шутинг-фазу флай находится в пределах 24 от нас, то мы роляем 2d6. И все, что больше тофны, это марталка этому флайеру. Вот. А раньше мы там, по-моему, было на 4+, все флайеры, каждый флайер юнит одну марталку получает. Ну, вообще ни о чем. Сейчас хотя бы получше. Мы можем какому-то флайеру занести... Потенциально 5 марталок. Ну... Ну, да. Потенциально 5. Ну, опять же, смотря какому... Какому-нибудь тирану, которому нам хочется занести марталки. Ну, ладно. Ладно, сейчас тиранина так себе играет. Но, допустим, вот... Какая-нибудь флайерная модель с вундами. Таффну. 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 Обычно, считай, седьмая. Ну, вот. Шестую Таффну какую-нибудь хотим перекинуть. Но обычно это будет там... Ну, 1-2 марталки. Ну, такое себе. Ну, в среднем. Лучше иметь возможность, чем не иметь. Радость стоит... 370 очков. 370 очков. В принципе, не очень дорого за выстрел из Теслы со вторым дамагом. Можно было бы как-нибудь разыгрывать, если бы у нее такой профиль, наверное, был бы всегда. А так, ее нужно... Вы слишком загнули судьбу. Ну, нужно его сначала подвинуть. То есть, ну, первый ход ты стабильно вот этим не стреляешь. Он может в дип-страйк. Обелиск. Но, если ты его вывел на втором ходу, ты второй ход опять от Теслы не стреляешь. Ты начинаешь стрелять на третий ход. На третий ход, как правило, уже игра сыграна. Угу. Так что, очень поздно он себя показывает, обелиск. Либо, если начинаешь им шмалять с этого. Ну, изначально задеплоился у границы. Да. Отдаешь ход. Да. Тебе должны прийти. И тогда уже с чистой совестью сможешь... Ну, как бы, да. Здесь второй сейф добавился. Но никакого изволя. Ничего нет дополнительного. То есть, ну, просто жирная модель. Сейчас, пока балом правят эридикаторы, его просто три эридикатора убивают. Ну, они вот теоретически, если кинуть шестерки на дамаге, три эридикатора убивают вот этот обелиск. Просто с залпа. Нормально. Ничего нет. Ну, такой себе, там, 120 очков, которые убивают. 370. Эхо войны. Ладно. У меня единственный вариант возможный ростера, где возможно будет играть обелиск. Моя мечта, я таким сыграть хочу, это три супер-хэви со всякими. Ну, попробуй. Вот. Ну, я это просто хочу. Ну, это не факт, что у этого будет какая-то жизнь. Так, дальше. Раскрытая. Да. История. Итак. И вот тот вот цветочек, как раз, он у нас раскрывается на полную. Это наш тессерак. Раскрывается на 500 очков. Да. Целых 500 очков, за что? По сути, то же самое, что и обелиск. То есть, тот же самый мув. Тафна седьмая, уже не восьмая. Он прибавил вундов. Раньше был, по-моему, 28. Вундов теперь 30. На две вунды больше. Главное, прибавил себе плюсинг сейву также. Второй сейв. И вот это вот уже поинтереснее. Почему? Потому что, ну да, тот линк метал, все это как раньше. Особо сильно не нужно. Но четвертый инвуль. И вот это вот решает многое. В инвуле такую модель бить уже достаточно тяжелее. Морячок со счетом. Морячок со счетом. Да, только с 30 вундами. Да. Вот. Пятнадцать морячков со счетами стоят такие. Вот. По выстрелам стало несколько хуже. Да, теперь это 16, получается, вместо 20. Ну, Тесла вся та же самая. Только теперь она, ну вот эта сферка. Ну, в обелиске то же самое изменение. Было у одной сферы выстрелов 5, стало 4. Получается, в общем, теперь 16 вместо 20. По правилам, по кастам стало хуже только в одном. Теперь Тессерак не может кастовать после адванса. Да. И единственное, из-за чего он перестал, наверное, играть, из-за того, что его теперь не закинут диссейером никуда к противнику. В своем диплое он может покидать. Но теперь его можно убрать в дипстрайк, поэтому, ну, как мне кажется, у модели возможно будет жизнь. Он все так же там, ну, по кастам деградирует, но теперь он может спокойно... А, нет, адвансить он не может. Может, он же не по кастует. Да. Я хотел сказать, что Тесла постреляет нормально после адванса, но нет. Ему все равно это возможно. Можно пострелять в мастер-каст. Но главное, сами косты стали лучше, преимущественно. То есть, ну, с Тесеракта, почему он должен жить? Потому что мы хотим взять ему вот четвертый каст, который Cosmic Fire называется, который в 9-ти от Тесеракта в 7 на 4+, по 3 Морталки. Да. Здесь, в принципе, как бы, с 8-м мувом мы флаем. Да, 8-й мув. То есть, прикол ради, то есть, вы в Смейс сказали, что база это, ну, моделька-то достаточно объемная, но ее можно на террель ставить, если вы не боитесь. Ну, там уже вобли-модел, вобли-модел. Мы берем подставочку. Будешь с этими подпорками ходить? С подпорками? Да. Будет, как это, как старый дед с клюкой. Вот криптека нам выпустили такого с клюкой, надо клюки к Тесеракту. Наверх ставить. 500 очков? Ну, там можно его разыгрывать за 500 очков. То есть, он очень много делает. Потому что, теперь, что мы можем? Вот так вот. В этой серии, как бы, внутри Ктант, трансценгентный 270. Ну, который не бьет. Ну, который не бьет. Его там мучают, он кастует. И кастует он лучше. Но, при этом, вокруг тушка покруче, чем обелисок. То есть, нет вот этого апгрейдженных Тесел. Но она и не про это, она другим. Да. Это ведро марталок. Отсюда. Три каста. В потенциале четыре. В потенциале четыре. Потому что мы хотим с Тесеракта, и теперь это стоит не как раньше два ЦП. Один ЦП – это дополнительный каст, и они все хороши. То есть, мы стабильно будем сюда тратить ЦП, выдавать плюс один каст. Мы будем надеяться, что это еще раз будет Космик Фаер, потому что теперь можно дублировать еще эти касты. А если навесить Космик Фаер, там можно, ну, теоретически, во все юниты, в девяти в округе занести по шесть марталок. Просто всему столу по шесть марталок. На. Тесеракт. Ховер. Так что, вот эти вот наши лапы, которые раскинулись, то есть, ну, Космик Фаер, он практически там на пол стола. Закидывает марталок. То есть, тесеракт через весь стол. Все от хула. Плюс, мы вспоминаем, то, что теперь мы можем автоматом взорвать технику. Если раньше мы надеялись там 4+, взорвать его и там кидали с реролом, ну, потому что… Ну, он не 4+, взорвался? Да, раньше взорвался на 4+. А теперь… Да. Ну, здесь такой же Ктан. Сейчас он, ну, также на 4+, здесь можно даже не кидать. 4+. Мы спокойно платим там… 3 ЦП. Да, 3 ЦП и взрываем его автоматом. А2Д6, Д6 марталок. Да. Тоже радиус очень душевный. Да. Сейчас главная проблема в том, чтобы как можно быстрее увести это от себя куда-то подальше, туда вот к противнику закинуть этот тесеракт. Ну, как раньше он работает, там, подорожание у него это не сильное. Там, он на 4 очках, по-моему, подорожал. Или на 6. Что-то такое, да. 490 стоил? Там, 496, по-моему. А, нет. Чуть-то косметику подровняли. А, нет. 456 он, по-моему, стоил. Да, началось на 50. Ну, получил второй сейв. Единственное, у него была раньше опция получить третий инвуль. Можно было, опять же, в той же династии вводить его в третий инвуль. Теперь нет. Но, второй сейв, ну, что-то компенсирует. К тому же плюс 2 лунды. Короче, хорошая модель. Обидно, нельзя 3 тесеракта теперь взять. Ну, это будет 3 детачмента. А, потому что катаншарт 1 детачмент. Вот. И переходим к нашему последнему супер хэви. Монолит? Да. Монолит. На столах не видел, честно признаюсь. Ну, давно, давно. Там когда-то они играли. Очень давно времени прошло. Но теперь, по сути, у нас и новая минька. Старые монолиты можно выкидывать. Новые будут, вроде как, больше. То есть, они будут, ну, по размеру уже ближе к тесеракту. Теперь это не просто кусок такой пластмассы на столе, а что-то более-менее красивое. Ну, и по правилам тоже все выглядит более-менее красиво. И так, что такое монолит? Это восьмой мув, третий ВС. Ой, нет. ВС у него... Третий? Да, ВС третий, а ВС шестой. Сила. Сила Тафнап восьмые, 24 вунды, 6 атак и такой же второй сейв. Угу. Как у всех наших супер-хэви теперь. То есть, по факту, монолит получил плюс вунды, плюс сейвы. Ну, с ним достаточно много изменений. Он вообще поменял слот из хэви-саппорта на супер-хэви. И там по цене он прибавил в два раза. То есть, монолит это сильно видоизменная минька. Плюс оружие. Его этот глаз стал стрелять один выстрел. А, нет. Это возможность. Глаз его стреляет. Д6 выстрелов 12, минус 3, 3 бластовых. И рапидные пушечки, которых у него 4. Это получается 12 выстрелов. Рапидных 5, минус 2, 1. Стоит 360 плюс 5 за Дезрей. Да. Ну, Дезрей можно докупать. Это вот один выстрел. 9, минус 3. С дамагом 3, плюс Д3. Могут быть вот наши вот эти вот боковые рапидные пушки. По сути, заменены на вот такие Дезрей. Если мы хотим, чтобы у нас она прям, ну, только по тяжелому стреляла. Монолит. Также у него старое правило. Когда в нас чаржили и мы там кидали марталки. Юнит поменялось просто в хтх профиль. Теперь мы бьем восьмой силой. Минус 3, 3 наших 6 атак. И здесь нас не волнует. Я поэтому замешкался, когда увидел ВС 6. Да. Вот здесь прописано. Я помню, там что-то было. Мы автохитуем просто. То есть у нас 6 автохитов, минус 3, 3. 8, минус 3, 3. А, ну, 6 автохитов, минус 8, минус 3, 3. Я, как считаю, это даже замена лучше. То есть раньше была возможность кинуть там на 4 плюс до 3 марталок. Ага. Теперь мы просто можем побить. Теперь можно ушатать. Да. Как вообще. Ну, это профиль, я не знаю. В монолите сидит капитан с молотком просто. Ну, по сути. Да. И автохитует. Это как у тебя огнемет тандерхаймерами. Да. Шесть просто вылетает. Вот. Да. Сидит такой там капитан небезызвестный и автохитует. Ну, очень прикольно. Мне понравилось это видоизменение. Плюс, ну, у него также. Дипстрайк есть, кстати, встроенный. Остался также дипстрайк. Он все также ховер. И, в принципе, там надо посмотреть еще на саму модель. Возможно, она точно также будет закрывать с собой половину стола и будет добавлять с собой еще один элемент терраина. Да. Но он не флай. Да. В отличие от остальных, кстати. Да. Он не флай. И раньше флай, если не ошибаюсь, не был. Да. И если обелиск не двигался, ой, обелиск, что я говорю, монолит. Если монолит не двигался в мою фазу свою, то он, как и раньше, по сути, может выдергивать какие-то модели. На него. Да. На себя. То есть, ну, телепортировать со стола к себе. Это теперь только работает на core infantry. То есть, мы вспоминаем еще какие были стратегемы. То, что мы к нему можем перебрасывать юниты из дипстрайка. Так же, как в косе? Да. Так же, как в косе. В трех от него. Но здесь площадь гораздо больше. Да. Но там есть еще стратегема и именно на монолит. Потому что в монолит можно и со стола перебрасывать юнит. Много достаточно у него возможностей. То есть, в принципе, как оружие, даже без разницы, как он стреляет, правила у него интересные. Но, в принципе, они такие и были. Очень интересные правила. Можно через него, наверное, что-то придумать. Главное, по сути, у нас остается проблема, как закинуть сам монолит куда-нибудь, чтобы потом все портировать к нему. Возможно, дипстрайк. Но это на второй ход только тогда. Да. И там с его размерами. Сэмфлая. Сэмфлая. Ну, можно это паспортивно, но можно на третий этаж его куда-нибудь приземлить. Нельзя. А, он же ехал. Нельзя. Нельзя. Ну, все. Короче, вот по заказчикам там не один Дезрей. То есть, можно заменить свои Теслы на 4 Дезрей. То есть, он будет Теслы. Гауски. Гауски. Гауски на Дезрей. Да. Ну, там за 5 очков за каждое доплачивают. Рапидок. Поставить просто большие пушки. Вот. В целом, ну, интересный юнит. Можно с ним что-то пытаться придумать. Но, скорее всего, он должен как-то идти по столу. И к нему что-то кидать. Ну, возможно, возможно, и можно как-то играть. Но это не точно. Но это не точно. Если знаете, как играть, напишите. Это важно. Пожалуйста. Мы бы хотели поиграть монолитом. А то он едет. И жалко, если просто стоит на полке всю редакцию. Не. Ну, это не супер. Но это такой тоже. И супер здесь только хэви. Не. Он середнячок такой. Я говорю, и супер здесь только хэви. А, да. Ну, мы... А вот сейчас мы перейдем к супер-супер-супер хэви. Смотри. Опа. Только прибыл. Ээээ... Докладывайте, боец. Итак. Что видел? Увидел Тиранидов. Угу. И вроде как там все плохо. Решил самолично вмешаться и что-то поменять на просторах девятой редакции. Итак. Про саму Миньку. Это, ну, абсолютно новая миниатюра. Ничего такого не было. Причем, ну, аналогов даже таких миниатюр. Аналогов. Аналогов. В принципе, не только уникрон. Ну, это примар. Да. Да. Ну, это как примар. Там есть что-то уникальное. Итак. 450 очков. За 450 очков мы получаем три миниатюры. Первое. Это сам Сарих. Он с восьмым мовом. Ну, понятно, ВСБС два плюс. Сила у нас пятая. Тафна седьмая. Шестнадцать вундов. Шесть атак. Треть сейф. И две миниатюры Мингиров. Ну, у них все такие же параметры. Но, что важно, они пятивундовые. Вот. Две пятивундовые миниатюры. То есть, в сумме у нас в одном юнити 26 вундов. И это, я скажу вам хорошо, то что это в одном юнити 26. Но это разные модели. Потому что отсюда сразу же первое правило вытекает. Он может прятаться за террейном. Он не восемнадцать вундов. Угу. Он не больше восемнадцати вундов. Он спокойно прячется. Вот. То есть, за руинкой нас уже не видно. Итак. Теперь по профилям. Думаю, начнем Мингир. Сами Мингиры стреляют у каждого по одному выстрелу. То есть, в сумме два. Это 12 минус 4, 6. Душевно. Отличные. Супер выстрелы. Мингиры так взяли на два плюс. Потом можно сделать какой-нибудь там автовунд одному. Там один кубик переролить. И уничтожили Лемонраз. А сама стрельба с Ариха пошла куда-нибудь в другое место. То есть, а Мингиры на сдачу убивают Лемонраз. А как папка стреляет? Папка. Ну, он середнячок во всем. Здесь ничего особенного, но достаточно неплохо. У него три выстрела на 24. 8, минус 3, 2. И 9 выстрелов 6, минус 2, 1. То есть, один профиль такой больше по элитке со вторым дамагом. И один такой по антигвардейский профиль. Бомжей гонять. Да, антибомжовый. Ну, достаточно. В целом, с Мингирами стрельба выходит, ну, такая срезничковая. То есть, кто-то может закинуться в руках у него коса или посох? У него... Как здесь много разных? Нет, у него у самого свой посох. Плюс там еще вот рядом с ним вот эти вот бомжики, у них тоже есть посохи. И в сумме со всех посохов, то есть, бьет самсарих и бьют вот эти вот прихвостни всякие. которые рядом с ним. Получается, у него, у самого, с своим родным профилем 6 атак, 9, минус 3, 2. Это ударяет он. Плюс еще к этому идет 4 атаки, 8, минус 4, 3. И 3 атаки, 5, минус 2, 1. Ну, не скажешь, что там особо жирный. Хотя нет, здесь пропускаешь о том, что 8, минус 4, 3, плюс 4 дополнительных атаки. Ну, так я говорю. Нет, мы каждый раз, когда бьем, мы бьем своим профилем. Плюс еще этим профилем добавляем 4 атаки, плюс этим добавляем. То есть, в сумме у нас получается 6 атак родным профилем, плюс 4 другим профилем и плюс 3 еще одним профилем. Итого, мы бьем в совокупности 13 атак. Какие-то с третьим дамагом, какие-то со вторым. Ну, достаточно неплохо вообще. Там, конечно, никаких реролов, ничего, но на 2 плюсы. Он себе же вот раздает. Он себе не раздает. Он не корр? Да, он сам не корр. Он сам не корр. Так. Он сам не корр. Но сарих как бы и не этим славится. Давай по этим, по обилочкам. Примарковские правила. Здесь, блин, на 2 примарка хватит, если честно, по этим. Да. По правилам. Ну, как всегда, половина просто ненужных. Ну, что там? Ливинг метал, как у всех. Так. У меня тут технические проблемы. Угу. Ммм. Ммм. Ну, вот. По-моему, что-то у меня заглючено. А, вот все. Разлагало. Итак. По правилам. Ну, понятно, там, как у всех, ливинг метал. Вот здесь небольшое точнее все-таки из-за гигантскости своей подставки, так сказать. Он их раздает достаточно далеко. И, ну, по его применениям это лучше вообще раздать. А то, кстати, будет считаться от его базы или от ненгиров тоже? От ненгиров тоже. Потому что они тоже, по сути, по кейвордам попадают, ну, то же самое. Так. Следующее. Он может динаить. Просто как псайкер. Да. Он просто, по сути, как псайкер и может динаить. Одну. Одну психосилу. Здесь мы вспоминаем, кстати, какой он династия. Он династии Сайри Хан. Он также династический агент. Что это значит? Мы можем брать его в любой ростер. Он нам никакие кейворды не ломает. Все сохраняется. При этом, учитывая то, что он династии Сайри Хан, вспоминаем прекрасную стратагему. На 4+, отменить любой каст. Ну, если там, по-моему, 18 и полкастовали. То есть, соответственно, два каста может пытаться отбить. Да. И это только Сайри Хан. Один на 4+, и один по стандартным правилам. Потом. Дальше. Наше самое любимое правило, наверное, у него. Ну, одно из любимых. Заставить всех, кто рядом с ним, бить последними. То есть, такой вот парень сбежал к нам из кодекса волков, где все как будто про то, чтобы заставить бить последним. Ну, по вордингу все то же самое, как и у многих других сейчас становится. Все лигабл юниты бьешь после всех лигабл юниты. Да. То есть, после того, как ударили все некроны. Ну, там, про то, как эти правила с другом взаимодействуют тоже отдельно, но прекрасно. Сайри Хан куда-нибудь подошел, даже подошел на героики. Не руку. Что? Да. Неважно. И мы заставляем... Банка большая, опять же, мангиры. Да. Мы заставляем противника, даже если он хочет подчеркнуть вориоров, обходить Сайри Хан. Потому что... Сложно. Да. Потому что он будет, как правило, идти в середине блоба из вориоров. Ну, скорее всего, так. Ну, здесь им надо, чтобы в ангейше рейндж зайти. Ну, это можно и мангирами делать. Ну, можно самостоятельно, можно мангирами. Ну, правило хорошее. И оно работает. Это классное. И будет играть. Для хтх, для хтх это точно. Да. А учитывая то, что сам он бьет по себе неплохо. И может навалить до тех пор, пока там кто-то активируется. И какая-нибудь там, я не знаю, десятка там каких-нибудь хтх-шных парней, ну, а половинница, когда активируется Сайри Хан. Ну, может. Так. Следующее правило, это его аура, которую он раздает всем своим корам. И он звезд. Да. А раздает он кору и претарианцам. Трех претариан. А трех претариан это не те, которые в фасте или это все претарианцы? Ну, это те, которые в фасте вот эти вот. Ну, короче, лучше брать Личей и раздавать им как кору. Ну, можно как вариант Сайри. Он раздает в стрельбу полный рерол ту хит. Да, в стрельбу полный рерол ту хит. В хтх полный рерол ту лун. Отлично сочетается, в принципе, со всеми нашими корками. То есть, в стрельбу раздали воинам, в хтх раздали Личам. Ну, в принципе, и воинам. Можно и воинам. Можно просто там 80 вориоров. Конесарик в середине. И поехали. Ну, к следующим правилам. Сейчас все проговорим. То есть, я смотрю, он бафает некрон кор и трех претарианцев. Так же, как все наши оверлорды. Он считается оверлордом. И раздает плюс один к муву всем. Плюс есть Майлбидан. Такой же, как и у всех оверлордов. Единственное, все то же самое. Единственное, он кидает Майлбидан дважды. Потому что он крутой. Да, как раньше и Яматех. Аналог. Следующее. Его, опять же, очень интересное правило. То, что он позволяет поменять командные протоколы. Если он есть. То есть, позволяет нам играть и взаимодействовать. Какой момент? В начале любого Battle Royale. Да. Заменить протоколы. И это, опять же, добавляет сюда очень много интересного. Он, если будет у вас в ростере, я напоминаю, он будет вашим вардлордом. И у него будет трейд обязательно сариханский. То есть, ну, прописанный его трейд. Который позволяет выбрать четыре протокола вместо пяти. То есть, у нас будет два неиспользуемых. Вот этот один неиспользуемый. Мы можем, по сути, вытащить в любой момент. Что это позволяет, какие комбинации сарихом делать? Во-первых, мы можем тот протокол, который нам нужен, по сути, не выбирать на игру. А оставлять где-нибудь в запасе. И в нужный нам момент ставить. Активитить. Да. Активитить его. При этом мы выбираем вот эти четыре протокола и продолжаем их на два батл раунда. Ну, любой из них. То есть, мы можем в любой момент какой-то поменять, какой-то вынуть протокол. Можно засунуть, например, протокол, который позволяет стрелять после фоллбека всей нашей армии. Ну, куда-нибудь в конец. И если он нужен, вытащить его в нужный момент. Если он не нужен, ну, пусть он остается там. Мы будем продолжать наши эфирские протокол. Простал очень большой и готовый. Да. И здесь можно сделать очень много комбинаций с этим. То есть, ну, он прям позволяет. Ну, есть трейд, есть обилка. Крутите, как хотите. Да. С этим все прекрасно. Ну, там, правило про менгиры. Это, ну, понятно то, что он выцеливает. Следующее. А, пока живы менгиры, нельзя целить. Ну, нельзя целить с ариха. То есть, в первую очередь, вонды теряет он. Ой, вонды теряют менгиры, а потом с арихами. Ну, что из этого следует. Ну, в принципе, вот то, что это три модели, да. Их нельзя целить, по сути. Ну, и основой из этого может быть какой-нибудь выстрел с ласки. Если он пришел. Нет, какой-нибудь смельты. Вроде там с него, допустим, 9 дамага. Но у нас умер менгир. Ну, обычно, как для всех остальных юнитов. Ну, не 9 дамага зашло именно с ариха. Так. Но это еще не все. Да, это еще не все. Дальше. Беряв с ариха в армию, мы получаем плюс 3 команд-поинта. А, напоминаю, по бэк в этой системе организации, он всегда будет вашим варлордом. Никого круче его нету. Да. О, теперь можно его брать только в суприм команд детачмент. И он будет всегда вашим варлордом. То есть, мы, по сути, получаем халявный суприм команд. И какой-то там еще по выбору либо патруль, либо батальон, либо бригаду, за которую мы не заплатим очки. И плюс за сариха 3 цп. Нет. Ты не прав. То есть, он дает тебе просто 3 цп. Да. И у тебя, ты получаешь на халяву детач, где у тебя варлорд. Ты не получаешь на халяву батальон. Ну да, 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 да. Ну, нет. Мы получаем детач на халяву. То есть, мы когда выбираем суприм команд. Да. Он бесплатный. Да. И какой-то к нему еще вдобавок тоже бесплатный. Это правило суприм детача? Да. Это правило суприм команды. Хорошо. Тогда ладно. Там патруль, батальон, либо бригада. Бригаду на халяву можно. Ну, если ты берешь кого-то в суприм команд, и ты должен того, кто в суприм команд, у него должен быть кейворд. Суприм командер обязательно. То есть, какой-нибудь магнус пока что не суприм командер. Ну, это пока еще. Да. До выхода. Ну, там. Хорошо. То есть, у тебя получается просто ты 15-15 все очечками начинаешь, 15 цп. Да. Мы получаем кучу разных детачей. Они могут быть разными, потому что у нас Саих Сариханский. Угу. Мы берем еще какой-то другой. Можно другой династии, той, которая нам подходит. Он все это будет бафать в любом случае. И у нас 15 цп со старту. И мы уж, если хотим, тратим. Ями-ями. Да. Это сейчас больше, чем вообще кто-либо может себе позволить. Некроны в кои-то веки, со времен 8-й редакции, когда у нас был… А Желеман так не может? Желеман. Он же тоже суприм командер. Он дает… И тоже 3 цп. Он дает. Ну, 3 цп дает? Да. А. Ну, может, Жиле. Ну, хорошо. Вот. Сравнение с Жилей. О, господи. Уникрон… А лорд Крит, у которого Катя до сих пор стоит, на одну цп хуже. Две цп? Две цп. Ну, какая разница. Если раньше некроны начинали, на 2000 формат у некронов вряд ли было, когда больше 8 цп. Это была прям редкость. Больше 8 цп получить. Теперь у нас есть спокойная возможность. Ну, во-первых, ну, 12 уже радует как. А 15 – это вообще мы куда-то улетаем в космос. Я, как некрон, не привык столько цп иметь и столько тратить. Я не знаю, куда их тратить. Давай уже вот так вот просто начисляй. Да. Можно взять там спокойно все наши трейки и вот эти дополнительные, дополнительные артефакты, про которые мы говорили. И мы начнем все равно там с 12 цп. Стиль, как говорится, но это еще не все. Да. Еще не все. Четвертый инвуль. У него, да, четвертый инвуль. И взрывается он на 4+. И, по сути, как, ну, как тессерак. В радиусе на 2d6, на d6 марталок. Взрывается он очень больно. Так, и еще последнее. А, ну, и есть у него, конечно, еще один минус. Он деградирует по своим правилам. То есть, когда у него остается, именно у самого Сариха уже 8 там и 4 вунды. То есть, когда он деграднул, он перестает раздавать свои рероллы. То есть, значит... Вообще? Да. Да. То есть, когда у него 8 или меньше, он не может атаковать пост... А, все. Он перестает раздавать рероллы to hit, а потом он перестает раздавать рероллы to wound. В принципе, кстати, в этой последовательности нам, наверное, и надо это. Потому что, видимо, он, наверное, будет терять дефт х, как правило. Ну, сейчас, по крайней мере. Да. Да. То есть, нам изначально, когда он потерял... Кстати, забавное правило, я никогда такого не видел. Слушай, можно сказать так, правило закончили, правил до хренища. Все крутые. Ценник сколько? 450, да? Да. 450 стоит Сарих. Много правил. Он сам по себе достаточно неплох. Ну, конечно, не на 450 очков. Ну, сам по себе. Но хороший профиль и для хтх. Хороший профиль для стрельбы. У него много интересных правил. Он бафает много юнитов. И я сейчас вижу то, что Сарих это одна из тех мини, которые будут очень хорошо играть. Просто образующие. Да. Можно без проблем там брать, вот у нас есть выбор, там, династия с абсеком. Либо мы берем каких-нибудь там нефритов или новыхов, там 60 вориоров, ставим в центр Сариха. Может и 80. Можно много набирать. Можно и 100. Да. Да. Можно поставить 100 вориоров в центр Сариха и каких-нибудь еще чарактеров туда натыкать, чтобы там позволяли еще какие-нибудь действия делать. Типа фоллбэкать. Либо вот Сираза и Сариха. Один бафает, второй бафает. Все. И наши все вориоры в пятый там вне. Ну, это, конечно, в идеале. Но такое можно сделать. Почему бы нет? Минька хорошая. Обладает отличными правилами. Она играет. Я рад, что вот она приехала и она не будет стоять на полке. Поиграть ей можно. Она, как минимум, она выше среднего. Может быть там в спорте, в какой-нибудь спортивном Вархаммере это все покажет время, что там будет играть, когда это будет играть. Но она выше среднего и ей можно играть. Как минимум. Как минимум. Слушай, она бафает основные югенты, которые без того играли, делают их лучше. Она сама по себе хороша. Ценник оправдан. То есть опять же скажу, что это ценник примарха. Все примарки у нас 450 плюс-минус очков идет. И схожие с ними модели. Да. Напоминаю, Газгул там тоже у нас отправился к такому ценнику. По факту ему и является. Вот. Так что здесь вот ГВ не обосралась. Поделька еще очень красивая. И она так же, как все драконы пустоты. Ну, дракон пустоты прям шикарен. Но Сарих, я бы сказал, не сильно отстает. Он красив. Да. Для любителей эстетической точки зрения добавлю, что некронские миньки еще очень красивые. Так. И заканчиваем с юнитами. Ох. Конец. Фортификейшн – это тоже очередная новинка. Три хероборины. Что это? Ну, прикольно. Теперь добавили возможность забрать террейн. Не только у всех. Не только у морячков с этим бункером. Да. Не, но раньше было еще дерево. О, да. Было только дерево. Теперь у всех стал появляться террейн. Вот и уникронов наконец-таки появился. Что это такое? Три, к сожалению, они еще едут. Не могу показать вам, как они выглядят. Покажем. Три столба, обладающие следующими характеристиками. Они все с шестой силой, в восьмой тофне, в десяти вундах, в третьем саеве и третьим баллистиком. Ну, что отсюда важно? Это десять вундов, в восьмой тофне и в третьем саеве. С каким-никаким баллистиком. Да. Они особо ничего не делают. Но они как бы особо ничего и не стоят. Профиль у них у каждого. Д3 выстрелов у одной штучки. Четыре, минус три, три. Вот такой. Сто двадцать очков. Нигде насти ничего не стоит. Достаточно. Но это три модельки. Это три модельки. То есть это тридцать вундов в восьмой тофне и третьем в саеве. По цене меньше, чем лемон раз. Это три лемон раза, по сути, по вундам. Но лемон раз их убить может, а они его нет. Да. Что вообще дают эти модельки? Давайте начнем с этого. Ладно. Тут самое. В чем? Цемес. Ладно. Они так же, как и все. Вот здесь стоит про это очень уточнить. Не Leaning Metal. Да. Они регенерируют. Получают командные протоколы. Плюс они сами раздают командные протоколы. Считаются за чарок. Ну, криптек там или к... Да. Ну, за Нобла. За Нобла. Следующее их правило. Они раздают плюс два к ледаку. Сейчас... Для некрона вообще актуально. Для некрона, да. Кстати, вот для массовых вориеров это может быть актуально. Потому что вориеров могут выпиливать там по десять штук из пачки. А некроны сейчас, в принципе, могут валить ледак. У нас нет возможности как-то вообще его игнорировать. Как раньше. То есть мы будем периодически валить ледаки. Ну, так. У них конгеренция двенадцать. Вот они должны быть конгеренцией друг от друга. Да. Двенадцать дюймов. Да. Каждый друг с другом. И... У них нет никакой характеристики муа. То есть они недвижимые. Единственная возможность их переставить, это сделать экшн криптеком. То есть у наших криптек вместо того, чтобы что-то делать, ну, криптек, как правило, стрелять особо не хочет. Есть только один, который там... С хорошим постфором. Но в основном криптеке не стреляют. Он может его подойти к одному из этих... Как он? Я не знаю. К хероборин. Да. К одной хероборине. Заставить ее улететь куда-то в стратосферу. И на следующий ход она опять опускается. Ну, а опуститься она должна опять в конгеренции. То есть таким образом можно по одной вот они вот так вот шажочками будет постепенно переползать вперед. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, в принципе, вот все ее правила, то есть они, по сути, могут заменять собой Нобла и плюс два к ледоку. Эти правила, да не сильно-то особенно некроном нужны. Ну, как бы интересная штука. Вот в чем я вижу применение вот этого хероборина. То, что это 30 фунтов восьмой этап не. И можно эту штуку сделать, она династическая. Ее можно сделать Objective Secure. Вот. И поставить дома на домашнюю точку. Хотел спросить. И на домашней точке у вас будет стоять, пофиг, придет кто-то, пусть чаржит, пока вам это убьют. Пройдет время. Там даже какой-нибудь, ну, такой хороший ХТХ-шный Боинг. Возможно, ни с одной активацией просто несет 30 фунтов. Но все-таки это достаточно много. Не, ну, это если ты на одну точку три поставишь. Так они стоят в двенадцати друг от друга. Они могут стоять. Ну, и можно их просто стоять вокруг точки. Вот у нас точка. И вокруг нее три вот этих штуки стоят. Наркомания. Ну, тем не менее, может быть. Ну, что ни говори, красивая хренотень. Выглядят они прикольно. И они все разные. В любом случае, вы их берите. И даже если они как Минки, как Тирейн, они будут смотреться прекрасно на любом некронском столе. О, да. Как и обелиск. Ой, монолит. Старые монолиты. Старые монолиты. Мы закупаем новые, а старые трансформируем в Тирейн. В принципе. Ну, что? Все. Вроде как и казалось бы и не много юнитов, но их до хрена, как выяснилось. У нас все обозрели весь кодекс. Давай впечатления, наверное, мои в первую очередь. Давай. По кодексу, потому что даже от себя отложу это все. Около пяти часов все это записывали, проговаривали. Хочу сказать, что мне понравилось больше, чем кодекс восьмой редакции. Он более взвешенный, он более разноплановый и разносторонний. Здесь учли ошибки предыдущих редакций. Восьмой, в первую очередь. Ну, и седьмой, в том числе. Нету однобокого движения в сторону одних и тех же юнитов. Ну, когда ты просто поталкиваешь. Типа, перебить этих райтов, только им не играть. Да. Не соглашусь. Здесь тебя тоже толкают. Бери кор. Вот у тебя есть четыре кора? Нет, ну, блин. Четыре кора – это не две. Помимо кора у тебя есть еще охрененные вот эти вот иктаны. У тебя есть герой турбированный папа, который весит себя красивый и, на удивление, еще и играющий. Вариации там. Ну, с тактикой мы сейчас поговорим еще отдельно, что с этим делать, какие архетипы есть. Есть вариации, вот что мне особо понравилось, по домам. Ну, минимум три дома играют. Ну, четыре с натяжкой. Два вообще пососных полностью. Ну, то есть, если там обсечный, хдкшный, стрелковый и сарих. И то, наверное, сарих будет только где-то в детачи с папой. Нет, он в детачи с папой не будет. Он династика один. А, все. И он бафает просто все. Короче, три. Три плюс конструктор. Вот так вот. Да. И в конструкторе, я бы даже заметил, от себя, наверное, меньше. И уже могу сразу рассказать, какие растера, наверное, будут плюс-минус играть. Сейчас мы, грубо говоря, пойдем, потому что закончу, что мне понравилось все то, что взяли вот бонусы династии говно, но у них крутые троитые артефакты. Ой, да, вот такого рода получилось. Именно в странных вот этих вот связок, странных взаимодействий. С точки зрения, кстати, из особенностей армии, то, что в отличие, там, допустим, от Империума, некроны вообще не парятся с закачкой. То есть у них ее либо нет, либо ты бесплатно что-то меняешь. То есть либо ее, да, как я сказал, опять же, нет. Потому что у одного морячка, какого-нибудь капитана, закачек больше, чем там у всего слота heavy support армии некронов. И здесь сложно запутаться. То есть у вас есть там либо гаусские, либо теслые. Тесла нет, поэтому пишем гаусскую. Здесь, в принципе, о гауссах несколько вариантов. В принципе, да, кодекс некронов никогда не славился там билием заканчиках, разнообразно. Здесь даже все упростилось. Унифицировались пушки, унифицировались там правила по параметрам героев. Вижу уже сейчас несколько способов, как это все будет играть на столе. И играет уже на данный момент армия сильная. И самое главное разнообразная. Вот самое главное, почему смотрится кодекс, это по разнообразию и по вариациям трейсеров, способов, которые она может играть. Из того, что мы просмотрели, откровенно пососных юнитов нет. Ну, точнее, их не очень много. Да. По сравнению с тем, как было с восьмерки, например. По сравнению с восьмерки, да. А часть, которые вроде как не очень, они вытягивают статогемами или обилками. Например? Ну, я бы сказал, возможно. А Канаптеки, допустим. Ну, а все Канаптеки хороши. Ну, просто все хороши. А они потом становятся просто еще лучше. Да. На то, что все Канаптеки вот смотрим, там вроде и паучки хороши, вроде и сварму можно использовать. И куда вообще без райтов ни к уронам ходить. Все неплохо. Плюс еще, опять же, до хрени еще новых миник. Просто гора пластика. И что особенно радует, в этих до хрени еще новых миник не все бесполезные. Вот. То есть, по моим оценкам, это 7 из 10 кодекс. Ну, я для себя вообще на десятку оцениваю. У тебя экстаз? Да. У меня экстаз, я долго этого ждал, я долго этого хотел и это получил. Ну, с некронами что-то лучше пока еще не случалось. Вот. Ну, не с точки зрения игромеханики, а с точки зрения, наверное, там вообще как события и релиза, и миники, и правила. И все это так сложилось. То есть, там прямо в лицо хлопушку выпустили, давай назовем это. Размазывал. Ну, да. Как эти, твои впечатления? То есть, у тебя пока только эти восторженные, пиские, и поконкретнее. Ну, если говорить про миники, здесь прям вообще все супер. Ну, были какие-то там неудачные, ну, по ходу юнитов говорили, да, то, что какие-то были хуже, какие-то лучше, но в целом все очень красивое, моделей много, прям очень много, и собирать это все даже, ну, то, что пустили в предзаказ сейчас уже, это еще собирать и собирать, потому что оно все едет и едет и едет очень долго. То есть, как весне, к весне будешь готов. Да. Это если по самим юнитам. По кодексу. Кодекс тоже принес положительные впечатления. Да, много механик переделали. Мне, конечно, может, там не нравится, как переделали квантовые щиты. Ну, реанимационные протоколы стали работать по-другому. Это, ну, просто другое. Армия несколько по-другому стала вообще существовать. Она вообще по-другому стала. Командные протоколы добавились, дали тебе тактическую липкость. Да. Было много разных тактик. Все они были разные, интересные. Ну, на протяжении восьмой редакции. В девятой сейчас... Был много тактик? То есть? Ну, были вариации... Второй инвуль, либо спам Думкос, Думарек и Кос. На начале тоже было очень много всего, что, казалось бы, будет играть. Это в итоге все сводится к тому, как... А вначале, я помню, было 6 по 6 в Райтов и Десивер, и две пачки Войнов. Угу. Ну, можно было так. Ну, сейчас, как видите, комбинации, по крайней мере, предположительно больше. Потому что много юнитов, которые будут играть. Здесь в зависимости от Думан. Да. Слушай, ну, давайте комбинациям подойдем. На твой взгляд, сейчас можно назвать там топ-3, топ-5? Грубо говоря, все виды растеров, некронов сейчас идут тремя путями, наверное. Первый, самый простой, это Objective Secure плюс Scout Move. То есть, ты по конструктору берешь Objective Secure Scout Move? Да. И, получается, нам в таком случае не нужна трубца в Ростае. Можно, конечно, брать, но мы можем играть без трубцы. У нас много живучих юнитов. Они различные. Это могут быть Коноптаки, ну, там, те же и Пауки, и Врайты, и просто… Сварма. Сварма, там, с миллионом вундов. К ним, там, берется какой-нибудь, там, Криптек, который выводит, там, что-то в пятый минуль, там, или Пауков, или Сварму. Или мы просто берем кучу Личгардов с щитами и просто стоим на точках и искорим, как трубца. При этом это все, ну, можно достаточно хорошо убивать вражескую трубцу, в принципе, что мы и стремимся сделать. И, ну, сама редакция подталкивает к тому, что тебе нужно выйти в центр, не обязательно во вражеский диплой. Заготовиться на какую-нибудь вторичку и стоять, там, на трех, на четырех точках. В течение всей игры. Вот. За счет Скалутнула мы можем, там, даже нашими самыми медленными юнитами выйти на первый ход на точке на середине стола, занять. Ну, и без проблем там жить. А Врайты позволят тебе по флангам, либо просто там по центру, куда тебе надо добежать. Да, куда надо добираться и отбирать точки у противника, где он оставлял свой хоум-скоринг, просто подбегать и даже не обязательно кого-то убивать, просто перескорить. Вот. Плюс комбинации, там, все та же Вуаль. Позволять, там, какой-нибудь Хакушнику, пачки Лишдгардов, спокойно запрыгивать куда-нибудь в туза оппоненту и стоять делать лайн-брейкер телепорт хомер. Это сколько по очкам? Ну, 30 очков. То есть, 4 хода простоял во вражеской диплойке, 4 реакшена сделал. Можно даже, там, не на первый ход прыгать. То есть, для этого, кстати, хорошо подходят эти десмарты новые герои. С Лишдгардами улетел. Да. А противник уже, он либо идет к вам, пытаясь выбить вас с центра карты, с точек, и тогда уже, там, разрывы получаются у него сзади, если что-то там есть. Либо он стоит у себя в диплое, ну, в Nokia у вас две трети стола. Ну, да. Да, а мы контролим стол. И мало что сейчас может просто вот так вот взять и просто выбить всех некрон. То есть, ну, у нас стала очень живучая армия, и получая BGC Secure, мы, в принципе, решаем, ну, много проблем, потому что мы берем живучий юнит, который, ну, живет. Все, мы не убиваем уже. А нам и не надо. А зачем? Выграют. Тот паучка брал, не тот, ты всех убил. Да. Ну, перейдем, наверное, такой. А, и здесь есть такой небольшой подтип этого ростера. Уже это когда-то упоминали. Можно взять тот же Objective Secure и инопланетных захватчиков, которые позволяют, там, технике не получать штрафов за стрельбу в ХТХ и, по-моему, фоллбекать и стрелять. Нормально. Ну, тоже в таком случае мы берем просто ростер на куче техники, но принцип примерно у него такой же. Единственное, это чуть получше умирает, наверное, чем всякие инвульные. Умирает быстрее, но все равно, как бы, не особо жестко. Да, оно все равно все в трансхумене, в пермоментном, весь ростер. И позволяет спокойно стоять и стоять. Здесь больше стрельбы будет. Да, больше стрельбы. И тяжелый, и разный. Сейчас такие тоже, ну, я вижу, где-то проскальзывают. Ну, и сам уже пробовал. Ну, интересно, прикольно играет. Следующий уже именно тип ростеров. Это мы берем стрелючие мифриты. По мифритам это, скорее всего, у нас будет куча вориоров. Ну, там 60, 80, может быть 100. Ну, скорее всего, обычно это будет где-то 60-80. Вот это количество будет колебаться. Чем-то их обмазываем. Обмазываем. Тем же папой. Да. В папе стоят прекрасно. Папа решает как раз, ну, все проблемы обычного ростера. То есть, там, с псайкерами. Потому что он может динаить, раздает им рероллы. Бафает хтх. Сам хорошо дерется. Позволяет играть с протоколами. Берем еще каких-нибудь чарактеров туда для обмаза. Парочку криптеков. Ну, там, одного-двух по желанию. Можно какой-нибудь Сираза взять. Можно взять Вардена, который будет позволять фоллбекать и стрелять. Пятно вориоров бежит с каждого по два выстрела. Пять, минус три, один. В родной ход, ой, ну, в родные протоколы, когда у них будут именно свои родные протоколы, будет еще сильнее. Будет еще и игнор ковра. И на шестерке ту вунд будет еще четвертое П. А вы можете это два хода делать. Да, за папу это можно делать два хода. Плюс там за папу можно спрятать протокол на стрельбу после фоллбека. И спокойно сделайте… Удивите оппонента. Да, и удивите оппонента в какой-нибудь ход, в какой-нибудь батл раунд, когда вы постреляете после фоллбека просто по нему. А для понимания как бы убить воинов – это крайне непростой загнетель. Ну, сейчас получается все войны… Ну да, там четвертый сейф, но это пятый ФНП. Можно взять туда, ну, как говорил уже Сераза, который будет там повышать там тафну. Это будет в пятой тафне войны. Или они будут стрелять очень хорошо. Стреляет у нас, как правило, армия все время на два плюс. А если с папой, она стреляет все время на два плюс с реролами. Это шикарный такой механизм. То есть, идет такая волна. Сзади это чем-нибудь поддерживается, с какой-нибудь техникой. Это либо там три думсдейки у нас стоят, либо три вот этих вот инопланетных захватчика из войны миров. Которые думсталкеры, думсталкеры. Вот. Неплохо все может убиваться. То есть, можно это все тоже по-разному мазать. Там могут заиграть и какие-нибудь и томплейды. И можно взять хтхшный отряд. То есть, у вас по факту, если мы берем просто воинов по 13 очков, да? Получается, если там 4 пачки мы берем, это на 1000 очков. То есть, на 1000 очков ты берешь воинов. Ну, плюс-минус. Либо 60 или 80. Тут уже по желанию. Ну, 60, ладно. Ну, 60. Дальше с папой там 1300 очков. И на 600 там набираешь себе. Разного обмаза. Да. Еще пара чарактеров на обмаз. И... Ну, это там 200-300 очков. И на 300 очков еще какой-нибудь техники. Чтобы там тяжелый паир поддерживал. Можно, ну, как говорил там, или думстейки, которые с вами по себе стреляют. Или можно зарядить какого-нибудь такого триархитического паука, чтобы он там пострелял, еще режел локолов. А, ну, там за папу будут. Ну, это там вот как аналог вместо папы. Вариаций много. Да. Вариаций много. И... Следующий тип растреров это на новыхи. Это хашные ребята у нас. Да. Которые бьют с рандом. Которые с плюсом чаржат. Здесь, в принципе, та же самая, возможно, история, что у нас была с мифритами. Только под новыхами. Такой... Такой же блок вориоров. Вместе с папой, опять же. Все они вместе идут. Только стреляют похуже. Но они уже не боятся, если в них по чаржат. Мы уже не так сильно хотим фолбэкать. Потому что можно взять какой-нибудь там... Допустим, Андракира. Засунуть просто в толпу. Он будет всем вориам раздать по две атаки. У нас вориоры будут бить по две атаки с рыла с рандом. Туда можно врубать уже какие-то навоховские протоколы. Воина будет бить, получается, пятой силой. Со вторым рандом. По две атаки. Ну, тоже прекрасно. То есть, по сути, у нас получается, как вот они стреляют, так же они примерно и бьют. И нам все равно, что нас чаржат. Что нас в хтх бьют. Мы всегда будем рады любому противнику. Это красиво. Ну, то есть, три основных таких больших. И, как ты правильно сказал, основной сейчас это по абсеку. По конструктору. Да. Ты берешь и туда можно набирать действительно все, что угодно. Хотите там вселять, может даже не техника. Ну, все кроме дистанционеров, я думаю. Ну, вот. Под новых, кстати, тоже можно. Много всяких разных там комбинаций. Там с личами запрыгивающими. То есть, новых прям позволяет много делать там. Потому что под ним все, что не бьет, там даже какие-нибудь паучки начинают бить больно. Потому что они еще в рандом бьют. Вот. По тем же новых. То есть, опять же, в косу. Опять же, и Лич Гордов нагрузил. Там десантировал куда-то. Потом на эту косу можно еще там телепортировать. Там в хтх оказываться. В райтов использовать тоже. Которые. Крыльич Горды. Под Новохом. С шестым рандом. По базе. И седьмым на шестерке. Уф. Уф. Надо найти такой сейф ухольники. Да. Из этих как можно ктанов, тессерактов? А ктан, это сам... Ну, тессеракт, наверное, в принципе, это ростерообразующая такая модель. С ней надо что-то думать. С этой никуда. Да. А ктан, в принципе, идет допом в любой из ростеров. То есть куда угодно, в любой из типов, вы можете включить ктана и будете довольны. Ну, там уже суть в том, влезает он у вас по очкам или не влезает. Или, возможно, вы что-то подешевле возьмете. В дополнение, скажем так, к своему ростеру. Ну, соответственно, да. Если хочется такую торпеду, а на ктана не хватает, можно на скорпио хлорда? Ну, нет, он слишком. Он на порядок хуже. Ктана, если идет... Нет, я говорю, то, что если вот 450 очков нету... А, 350. 350, да. А есть... 130. 130, да. Можно такую торпедку тоже сделать. Ну, он значительно хуже, но между тем... Между тем можно, да. В основном мы будем играть, скорее всего, я вижу, сейчас через Абджейсов Secure. Потому что это самое подавляющее. Сейчас ко всем, когда вот доедет папа, начнутся тестирование ростеров с папой. Ну, мы уже тестили все это на проксе. Все играет достаточно неплохо. И учитывая то, что мы играли там не кроны друг с другом, даже одинаковые расписки, мы играли более-менее на равных. Ну, играли там, допустим, нефриты против Objective Secure. И мы там сыграли 59-60, что-то такое. Вот. Так что все это имеет место быть, просто против разных противников будет играть по-разному. Красота. Ну, что же, друзья. Подсказали, обозрели все, что можно. Рассказали. С прошедшими праздниками. Раз всех. Всем здоровья. В наступающем году мы будем почаще вас радовать. Надеюсь, как бы, и с Никитой выпустим попозже ролик о том, что произошло, какие изменения уже после теста основных моделей, которые уже доедут. Пишите ваши комменты по поводу того, что думаете по поводу вышедшего кодекса. Там, может, что-то мы упустили, не увидели, там, какой-то повер закрался. Может быть, везде. А он прошелся мимо нас. Если хотите поддержать канал, проходите по ссылке в описании. Но при этом не забывайте подписываться, общаться и радовать нас своими лайками. Нам это действительно очень важно. Подписывайтесь на канал. Ребята, с вами был Друг Народа. С вами был Никита. Спасибо за обзор. На связи. Пока-пока. Пока.